Три года назад я купил в своей жизни свой первый мак. Он мне до сих пор очень нравится и я им часто пользуюсь, чтобы писать сценарии, общаться в телеге или на крайний случай что-то попаграммировать или быстренько смонтировать. И такой не один я. Но старым компьютерам и в особенности операционным системам свойственно устаревать. Они еще могут тянуть современные задачи, но не с такой хорошей скоростью, как современные маки. За три года, пока этот ролик был на ютубе, успел выйти не один мак. И все они рвали в щепки старые ведра на интеле. Короче, за эти три года изменилось все. И рынок старых маков в том числе. Два моих друга пользуются сейчас старыми маками. Один приобрел макбук ретины 2013 года, а второй 11-дюймовый Air. Из-за этого я и сам задумался сменить свою прошку на более актуальную модель. Возникает вопрос, а актуальны ли сейчас маки на Core 2 Duo? Можно ли ими сейчас пользоваться, как ежедневная машинка для несложных задач? Недавно я выпросил у своего друга вот такой вот беленький макбук 2010 года. Дабы ответить себе на этот философский вопрос. Стоит, наверное, начать с того, что объект нашего сегодняшнего обзора в макбук про 2010 года, без всяких приставок. По факту это то же самое, что и макбук про того же года, просто с другим корпусом. И некоторые элементы в нем даже взаимозаменяемые. Например, трекпад. В свое время такие компьютеры закупались компаниями для тестирований. И так же, как и мой образец, для школ, где их несчастно ломали и мучили. Сначала школьные хацкеры ставили на них кривые восьоносборки Windows Vista, не знающие о существовании буткемпа. А затем уже и сами школьники, одним из которых мог быть я. Но моя школа тогда могла закупить только устаревшие Селероны от Craftway. Основной период их закупки прошелся на 2011-2012 год. А сейчас они влежат на Авито как неликвиды. Их просто из заведений и из компании списали. Авито просто наполонили объявления различных конфигураций. И самое распространенное из них это 8 плюс 1 гигабайт оперативной памяти и 240 гигабайт SSD. Так мой мак попал к перекупу. Откуда я у него этот мак и взял. Главное отличие обычного макбука от его профессионального собрата это его дизайн и клавиатура. Дизайн пластиковый, мыльный, без резких граней, прародитель кейсов для earpods. А клавиатуру сделали просто без подсветки, белой. А на функциональных клавишах, с помощью которых мы могли регулировать подсветку клавиш, просто оставили пустое место и они никак не задействованы. Из минусов конкретно моего экземпляра, это хреновые и тихие динамики и нерабочий привод, который легко заменить на оптибэй. Характеристики абсолютно те же, как и у прошки. Процессор здесь древнегреческий Intel Core 2 Duo. И ясное дело, на современных системах повседневные задачи ему дается трудно. Если лет пять назад на таком все еще можно было сидеть и даже параллельно запускать парочку программ, то вот сейчас YouTube дается ему трудно и загружает он его секунд 30. Чтобы ему не было так плохо, я решил добавить ему немного оперативки. И тут вскрылся прикол. Ноутбук не запускается, если в нем не вставлена хотя бы одна родная планка оперативы. Из-за этого потенциал апгрейда его немного уменьшается. Я на него дабыл оперативку на 4 гигабайта и теперь здесь в общем счете 5 гигабайт. Странно это наблюдать, конечно, но приходится жить именно так. Тем не менее, многие функции из более современных ревизий макбука заводятся на нем и на удивление функционируют. Airdrop, FaceTime, копировать на айфоне и вставить на макбуке. Все то, что идеально продуманно и работает как влитой на свежих маках, работает и тут. Ну и ворочается эта современная система на старье терпимо, как я и предполагал раньше. В этот раз я решил поставить неофициальную macOS Mojave через патчер. И на ней наш старичок работает шустро. Стандартные программы не глючат и есть софт последних версий. Скорость открытия страниц в браузере по понятным причинам максимально терпимая и однозадачная. Пока открыто 2-3 вкладки, страницы будут работать нормально. Главное не открывать тяжелые сайты, иначе встретите туповатость ноутбука во всей красе. Самое главное, что YouTube играет 720p, другое в жизни не нужно. Другие нетребовательные программы, конечно, не так будут сильно тормозить. Телеграм работает с натяжкой. Любые большие видосы ему будут даваться плохо. Хотя в каком-нибудь VLC они будут воспроизводиться нормально. Офисный софт окей. Торренты качаются, пиксельматор есть. Но это пока жесткий диск трудится на выполнении только одной-двух задач. Стоит только включить синхронизацию в iCloud или попробовать запустить очень тяжелый софт, то система как минимум час будет сильно тупить. Это относится не только к старым жестким дискам, но и к SSD. И тупят они из-за малой пропускной способности портов SATA. Система просто задыхается от количества данных, и кэш некуда грузить. Лично на моем ноутбуке, на macOS Catalina, индексация всегда проходит со стопроцентной нагрузкой процессора и хранилища, из-за чего первые 5-10 минут после холодного старта системы пользоваться ноутбуком невозможно. Пришлось отключить индексацию. Что насчет игр? С ними на маках всегда было все плохо. И сейчас в том числе. Спортированных AAA игр на новых айфонах чувство двоякое. Вроде бы круто, наконец-то нашлась интересная замена играм типа 3 в ряд. А на деле они работают так себе. DeadPi 47 рассказывал, что издатели особо не заморачивались спортированием, оставляя в игре компьютерные настройки графики. И из-за которых сделать игру неиграбельной проще простого, выкрутив все настройки на максимум. Да и без этого игры в тяжелых моментах сильно лагали. Но мы сейчас не про современное железо, а про древнее. И на древнем тоже не все ахти. Большинство игр в Steam требует старую макось, что поддерживает 32-битные приложения. Но в то же время Steam прекратил поддержку macOS Mojave. Последняя версия, что как раз таки поддерживает 32 бита. Замкнутый круг и палка о двух концах. Несмотря на это, поиграть во что-нибудь нетребовательное можно. Даже с удовольствием. Ну или попытаться. С друзьями мы часто собираемся на нашем сервере в Counter-Strike Source. И игра на этом мэле работает не идеально. При появлении меню сразу задаешься вопросом. А что со шрифтами? Они вытянутые и слишком большие. В геймплее чувствуется input lag и иногда вылезают лютые баги. И Steam, кроме KSS, мне ничего не удалось запустить. Geometry Dash и System Shock 2 молча вылетали сразу после запуска. Ну или напоминали о себе спустя пару минут окошком. Ой, программа вылетела. Короче, Certified Mac OS Moment. Может ли он быть рабочей лошадкой? Хотя бы временной. Для этого я скачал Final Cut Pro, дабы посмотреть, насколько хорошо монтируется на железе 15-летней давности. И на самом деле, это не так плохо, как мне казалось. Задачам, что требует рендера, например, стабилизация или экспорт видео, нужно много времени. Но сам по себе монтаж идет плавно. Особенно с удобным тачпадом. В Logic Pro открывается возможность работать с плагинами, которые навсегда остались запертыми на 32-битном железе, как и все остальные старые программы и игры. Работа его плавной была, что десятилетия назад на PowerPC, что сейчас. Этим компьютером я пользовался примерно месяц. Брал я его с собой в Москву на съемки или просто так. И для меня он стал некой лайфстальной машинкой. Доставал я его в электричке, просто сидел в браузере, или в каком-нибудь Бургер Кинге, дабы просто показать его своим друзьям. Прикольный аппарат на самом деле. Подводя итоги, хочется сказать одно. Да, на таком ноутбуке можно работать. Но эта новость полезная будет исключительно для тех, кто не собирается на нем делать что-то серьезное. Если спешить вам некуда, час работы от батареи вас полностью устраивает, или вы просто хотите попробовать Mac, то это еще хорошее предложение. Старый Mac, как хорошая песня на старой кассете. Если вы желаете использовать его как основное устройство, то готовьтесь испытывать с ним муки, мучения, страдания и отчаяния. Во время записи своего лица мой микрофон, вот этот вот, он ловил наводки от Wi-Fi модуля в этом ноутбуке. В итоге мне пришлось вот этот фрагмент сейчас перезаписывать. Увы, но времена вечно живых Core 2 Duo, а уж тем более и самих Intel Mac'ов, прошли, и эпоха их закончилась. Если вы собираетесь брать такой в личное использование, то я вам крайне советую приглядеться к более современным моделям. Коллега по цеху Vita The Makers, например, недавно рассказывал про 11-дюймовый MacBook Air, а на Avito можно найти макбуки на первых Core i3 или Core i5 по адекватной цене. Возможно, и у меня самого такой появится. Видос получился немного грустным, скучным, но я надеюсь, вы смотрели его с интересом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляй свое мнение в комментариях. Кроме того, ты можешь поддержать автора денежкой единоразовым донатом или подпиской на бусте с эксклюзивным контентом. А так, до свидания и ждите обзор на вот эту малышку. Здарова, геймеры! Если вы это мемом не сделаете, я вас съем. Я большой.